Давай, поднимайся, поднимайся, подтягивайся, давайте людям покажем, смотри какой хорошенький, смотри какой, пушистик, покажи лапки как у зайки, лапки как у зайки, покажи, не хочешь, маланка хочешь, ну сиди, опа, опа, ну ты чё, ну чё лёг тут, ну покажись людям, о какой, зайка, ой, чё живот бурлит у тебя, ладно, здорово всем, как дела у вас, это ваш, нет, это ваш, говно, Женя говно, нормально, отстань от собаки, это Сашки-то, это Сашка так изменилась, ой, обожаю юмористов, Сашка беременна, какая разница, скажи, что поменяется в твоей жизни, если я скажу тебе правду беременна она или нет как она изменится привет краснодар привет бишкек привет привет юмористы не то слово я сам такой же у меня тоже шутки за 200 не больше не меньше пожелай мне хорошего отдыха нет не буду ну конечно хорошо отдохни сучу этот слушайте ребят я свадьбы виду вы помните мы вообще все что вот где где присутствует микрофон я все могу провести даже митинг армянский сегодня будет нет че армянского не будет привет астрахани привет саша дашин привет как ты к черно относишься ну вот так же как и к тебе до свидания опа вот и все во сколько спать ложишься слушать я ложусь одну часов в 12 наверно где-то пол 1 я уже сыпая сашка на часа в три наверно ложится спать цена как ведущего у тебя в директ напиши я тебе отвечу стоит ли ехать на наше черноморское побережье у вас выбор есть просто нужно понимать если у вас выбор есть поехать в испанию то это один вопрос ну один ответ будет а сегодня от выбора поехать в испанию то это будет второй ответ вроде не вроде не изменились нормально давай диска дне сколько лет сашиной сестре на как она кооператив бишкек вылетаете на кино кооператив нет не вылетаем на корпоратив вылетаем в крыму не были как относится к брачному контракту плохо отношусь брачному контракту хотя считаю это такое не 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 неким современным вением я не против у нас нет брачного контракта если мы в питере женимся вы приедете как ведущий до приезжая ребят приезжая в любую точку земли только помните что есть гонорар это оплата моих услуг не сексуальных также трансфер это перелет и проживание это тоже с вас это отдельная плата на не ходит гонорары и тут короче недавно одной девица значит пишет туда-сюда свадьба я пишу цену она туда три огурнесси цена устраивает я скину номер мы пообщаемся вот так ну по видеосвязи она скидывает там уж значит они значит это он разгляд и муж начинает меня спрашивать а скажи пожалуйста а вот в эту цену входит же перелет и проживание там ягу нет не входит и меня так знаете меня всегда так это удивляет я так понимаю что люди хотят чтобы знаете там не знаю там за 10 рублей проводили мероприятия то есть нужно как-то немножко головой думать и понимать что когда ты спрашиваешь цену я тебе и уговорю это цена гонорара то есть это это только я стою столько мои мои шесть часов шесть часов я свадьбу виду добавь кого нить в эфир как сына сейчас добавлю сейчас подождите сейчас появится эта штука давайте с кем-нибудь поэту погуторим как сын как дочь потихоньку растем наш стоматология находится в город московске адрес указан в шапке профиля как ты выбирала себе ведущего на свадьбу по каким притериям да не по каким я свадьбу сам себе провел практически вообще у меня был рустам но я практически сами себе провел я не говорю то что рустам то плохой ведущий нет рустам хороший ведущий ну я чуть просто накатил так нормально на свадьбе на своей решил взять микрофон да это ты знаешь в украине где угодно проведу свадьбу вот мало кто понимает но проведение свадьбы вообще мероприятие любого конкретно говорю о свадьбе 6 часов это адский труд потому что во первых вы должны понимать что за столами в большинстве случаев самом начале особенно когда люди трезвые все очень деловые все очень крутые их надо заинтересовать особенно меня поражают знаете вот те люди которые там придет с девочкой парень какой-то и начинает там типа подкалывать туда-сюда но со мной где сядешь там и слезешь но все равно в любом случае там вот и начинает показывать свой крутизну типа ленка глянь я кузина этого пришпандурил ленка красавчик битя а вот такая тема а потом часа через полтора когда он напивается витя он делает со мной 63 фотографии понимаете в майами тоже могу провести да везде ребят ребят вот кстати вопрос задают постоянно где можно посмотреть как ты проводишь мероприятие нигде я никогда не делал это профессиональная меду съемку не заказывал в интернете какие-то кусочки ребят на слово поверьте мамину маму делаю на свадьбе на слово поверьте нормально все все отлично проходит дурацкий вопрос ты можешь сказать о недостатках любимого человека вот не хочу даже отвечать привет лнр привет хорошо передам большой привет привет же а давайте-ка он добавим все же не не хочу работать но это надо умереть значит работать не хочешь так кто тут у нас виктория пронив и таких ведь на каждой свадьбе по очень много очень каждый хочет показать что он очень крутой очень остроумный всегда вот понимаете каждый она они тем самым привлекают просто к себе внимание они не могут заинтересовать меня то есть как ну а я начинаю там подкалывать там шутить разные случаи были я думаю что ведущий на свадьбе они сталкивались с разными ситуациями это нормальным собери деньги сделать себя на мой нормальный интернет а то на аватарке она этот купальники понимаете 7ска что 7ска за 7ска проведу так что такое анима зачем вы скажите мне пожалуйста водохлёбки а вы зачем броситесь в эфир если вы отклоняете но то есть вот и попросилась вот вещь не может присоединиться какая страна любимая для отдыха греция ярослав с днем рождения тебя ярик с днем рождения подождите самовар вем кого-нибудь в эфир от просто найти они ведь они а вы запросы кидать арсик привет я не могу понять просто в чем в чем причина почему не ща пойдите что такое вот поехали хочу вас саша поснимать можно я саша уже снял три года назад и через день фотографирую как дела грустно а вот после работы недавно приехала в нас уча ищите до носу нормально слушайте а где работаете в национальном аэропорту минск а вы из белоруссии я рад вас видеть скажите а как зовут вас алиса это красивое имя да сегодня день рождения у меня из работы приехала недавно а почему вы одна что ли дома да ваш день рождения сегодня приехала только отмечать собираетесь завтра выходной буду накидаетесь ну не знаю как получится как получится но всегда понимаю что вы пьете какой алкоголь почитается шампанское шампанское можно нормально отъехать и не вернуться из страны чудес алис он же в голову бьет там же пузыри газы а сколько лет вам исполняется есть не секрет алисы кстати пока вы отвечаете вас огромное количество людей вот с днем рождения поздравляют комментарии вот сколько лет вам исполняется 25 лет это хороший возраст а вы знаете вот кстати хотел задать вам вопрос вот многие пишут о том что у женщины после 30 лет начиная с отметки 30 начинается какое-то бешенство матки вот ну правда начинает рвать крышу едет прям постоянно хочется любви постоянно хочется объять это правда или нет просто не хочу узнать у вас есть подруги там 30-летние ну не знаю про это мне не хотите разговаривать на эту тему ну как сказать что не хочу просто мне как-то никто по это не рассказывал а у вас мужчина есть есть замуж да вы что вы счастливая женщина у вас день рождения мужчина вы еще и в рапорту работаете а в какой службе авиационной безопасности людей бьете не бьем проверяю а вы в таможне доработаете или просто паспорта безопасность я понял вас понял вас но мы все вот не так давно ваша жена через минск летала в киев до киев летала было такое да было так что видела ее как-то о ничего себе я понял алист но мы все вот начали 660 человек мы все тебя поздравляем с днем рождения желаем чтобы у тебя свадьба прошла на ура вот и завтра накидайся так чтобы не помнить ничего спасибо тебе пока спасибо огромное что поговорила слушайте значит уважаемые мои собеседники вы чем ли там начинаете писать о том что какое бешенство я серьезно вам говорю я читал недавно книги о том что у женщины после 30 лет начинается бешенство я же не утверждаю я спрашиваю но она же женщин у кого мне спросить у яшу мои собаки спросил соседа и ария у кого мне узнать вы чё лишь бы знаешь лишь бы это пернуть и сама искать так погодите сейчас мы еще капитана корабля так майк мейкап мейкап пацаны вы этот не подключайтесь пацанами не общаюсь ну просто неинтересно мне я же мужчина мне чё с пацаном разговаривать я с пацанами вон у меня здравствуйте здравствуйте какой город россии больше о видишь опять отклонила приглашение зачем ты тогда так иманова приготовься давай после 45 после 45 бешенство начинается интересно здравствуйте 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 скидывайте номер карточки мы вам сбросим денег на оплату электричества я так понимаю интернета тоже да кость я понимаю что я знаю но просто но мы лучше с тобой в этом вообще так вот ксюша еще у нас есть какое бешенство когда быть дома дети как может быть дом дети влиять на организм я просто его по нифига себе как дела отлично все как сколько вы начать откуда я саратова у меня вас робот вселился блин блин вас мне вас проник робот вертер а у нас просто связь плохая нет в вашем организме находится инородное тело робот вертер срочно звоните врачам как дела отлично занимаетесь просто сижу смотрю видео прикольно прикольно они вообще по жизни чем занимаетесь но что вот любит я учусь на это все уходит мое время а где вы учите на кого на химика я так и сразу понял вот все кто бы не спросил я учусь иди нет нет не варим мы клятву давали какую клятву я клянусь не варить не витамины что что за клятву нет что ну это как бы было в виде шутки но что мы ничего противозаконного делать не будем тогда тогда хорошо а тогда зачем вы учитесь сколько вы учитесь по время пять лет семь лет сколько нет 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 работать на заводах да 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 ну вы понимаете что амфетамин если вы начнете варить нам принесет денег намного больше я понимаю еще и сбываете его я шучу да я хочу я очень горжусь тобой потому что это такая очень сложная профессия на очень интересная редко встречать химиков своей жизни в основном я химиках слышу по по телевизору передачи чп что было найдено лаборатория химики там студенты химического ладно ладно все я тебе хорошего учебы теперь всего самого наилучшего в жизни пока дорогая пока не сверни занимайся всю жизнь молоком ну вы поняли да как тут спросишь как звать девочку варить точно болты такие да понятно шубарит сто процентов привет танец татьяна сто процентов вы что не видите что ли реально поговорить с россии что за с россии все висит а по висит а по я и убрал как добавить свои перти надо выйти зайти заново и там будет внизу по моему чакова добавила екатерина катерина кожана или козина я узнаю кожана или козина или екатерина кузина я узнаю привет чего бы звукой ой какая малышка привет ну все звука нет я желаю вам всего привет всем вам вам вашей дочке что просла красивой молодой вам большой привет и звука просто нет извините я же правильно понял что это что там дочка была кто на этот раз алиса или амфетаминщица не амфетаминщица отъехала уже алиса тоже вечер вот надо персонажи набирать снимать кино про будни и все это связать в одно и снимать кино про будни и стюардессы амфетаминщицы женичу игноришь ни в коем случае как погода в москве но так прохладненько или них или них 99 привет сейчас подожди присоединим кого подождите папа нифига себе во сколько много нифига во сколько много них и ох там какие то давай химка еще да не не надо не на дыхе куда ты чего не время нету сроки поджимает жен мы ждем документалку отчим за запаса спасибо огромное да я ищу инвесторов не могу инвесторов найти ребят реально просто не могу найти инвесторов я найду инвестора все запущу идея есть мало кто верит понимаете но меня это меня это наоборот подхватывает понимаете несет порывом успеха вперед а кто не верит пусть сидят там привет нифига вот это да вы чем занимаетесь ничем дома отдыхают с работой нет с мужем где работаете в отделе парфюмерии продавщицы слушайте вот у меня к вам вопрос у вас голова не болит нет ну правда потому что вот когда заходишь какой-то отдел парфюмерии куда-то там такой запах стоит мне кажется там просто вот работники с ума сходят ну а как вот ну правда это ну нет такого у нас небольшой отдел но все равно а подворовывать нет на бывает такое что пришли так на работу и мужа побрызгать от огнение брызгаться я не буду я там получается такое что когда клиенту приходит ты набрызгаешься что столько что домой приходишь со всякими разными запахами но зато у вас такая работа хорошая когда муж не заметит что от вас пахнет мужскими духами че это да я желаю вам всего самого наилучшего и мужа привет большой детей нету нету ну все желаю вам деток все пока хорошей работы спасибо брызгаются короче рассказывал ребят нам россии захочешь парфюрный магазин но кто летает через через дюти фришки те знают как бы эту тему на особенно если летишь код за границу и на территории именно не на наши не на российской территории а на территорию других стран значит ты подходишь пробники есть абсолютно всего во все всего парфюма то есть дорогого и за 50 тысяч рублей и за 500 рублей в нашей же стране нашими тебе заходишь до 2000 рублей все пробников больше нет то есть на дорогие уже нет у пробников понимаете жалко жалко деньги шиканами он в дубае прилетаешь парапорту геопаристы по 70 тысяч пути брызгайся хочешь забрызгайся поэтому не сдох ты а там нет ни задолго да нет у меня любимого аромата мне вообще вообще я люблю фаренгейт хочу в эфир ну давай мы тебя подключим в эфир миме нова на мамарбо сейчас подключим с рапунцель пообщайся по выпке с какой цель нас не должен пообщаться о чем мы с ней будем думать что вряд ли у нас есть общие интересы усы огонь а споту не интересно с тобой короче что у меня спасибо у меня тоже хорошо у меня вот жена чего ждала что вы меня добавили в эфир скажи пожалуйста а как зовут тебя напомним аминочка скажи мне пожалуйста а вот у тебя такие волосы красивые длинные а как будто за ними ухаживаешь наверное тяжело же тебе это слава это хорошо аминочка нету просто у тебя волосы такие красивые ты в садике хочешь да я в садике хожу уже перехожу в другую группу только завтра уже прихожу в другую группу ну потому что ты взрослая уже скажи мне пожалуйста у тебя волосы такие красивые тебе же мама косички плетет а вы не знаю через год я пойду в школу что еще раз через год я иду в школу ой ну потому что ты уже взрослая а тебя в садике за косички то дергают мальчишки наверно да скажи кого любишь как это пока что никого уже пора пора уже в кого-то влюбляться ты чё такая придумала завтра придумай но я тебе больше скажу девочка очень красивая я помню помню я помню тебя я просто что бабушка ваша поет песни да фильм я встретил девушку полумесяц амбро мы посмотрели она очень красивая ваша бабушка очень красивая спасибо тебе огромное спасибо тебе аминочка и у вас жена очень красиво я тоже хочу такой стать как ваша жена не надо я ни в коем случае ты никогда не на кого не должна быть похожа ты сама по себе безумно красивая и на тебя нужно равняться да ты ни на кого не рамки ты равняйся на маму в поведении понимаешь в отношении к людям а ты сама по себе очень красиво я вот боюсь конечно за тебя потому что частой школу пойдешь в тебе мальчишки прохода давать не будут будут тебя за косички дергать в любви признаваться так что ты готовься готовься меня и так уже столько мальчиков в саду дергали за косички я не сомневаюсь этим мальчиком по ручкам вы надавать что они тебя трогают нельзя просто ты такая красивая что на тебя просто нужно смотреть трогать не надо просто смотреть и любоваться до спасибо спасибо не за что моя золотая не за что добавляйте нас в эфир добавляйте нас в эфир хорошо обязательно аминочка я желаю тебе спокойно что еще раз посмотрите еще нас наш эфир обязательно посмотрю аминочка а ты там будешь но все я посмотрю посмотрю все спокойно ночью тебе спасибо огромное что поговорила со мной всем привет большое спасибо добавили меня все до что ты не за что пока пока покойной ночи мой золотая ой красотка да самарту привет а что такое сармат а сармат привет вот такие дети очень вы знаете очень в то же время приятный в то же время очень грустно у меня великая великая бабуля была ее к сожалению нет величайшие вот ее обожал в те времена еще император китая был это чистая правда и когда мне говорят право були у меня так прям груз такая наплывает она у нас но ничего она на меня смотрит следит меня оберегает от всего плохого плохого а плохого в нашей жизни очень много в мире а в жизни нет а в мире много я прям прослезилась когда проба я тоже я еле сдержал слезы честно говоря ребят не надо мне писать пожалуйста про дом 2 про еббарова про рапунцель я буду блокировать просто вас навсегда правда вот навсегда на на всю жизнь вот деньги любые мне будете предлагать я вас обратно не верну понятно будете жить там без меня как вы будете жить без меня я не знаю но это уже ваши проблемы не пишите мне пожалуйста про дом 2 хорошо новый странный какие-то не знаю тут говоришь о чем-то высоком говоришь с ребенком а своих родственников и пишите мне про еббарова ну ты что с тобой почему-то потому что пока чипа какие по капусте в каком фильме снималась бабу я встретил девушку ей же песня такая же вам рассказывал я встретил девушку полумесяцом брон на щечке родинка а в глазах любовь ах эта девушка меня с ума свела разбит эта песня моя бабуля и было 18 лет она снималась в этом фильме разья борисовна пожалуйста после эфира можете зайти в интернет и вбить бабушка евгения кузина и вам вылезет у меня дед великий режиссер друг шах назарова поэтому я из такой семьи да задать все нормально ты был свою гамони все давай мы золотая хорошо эльза 19 я вот давай сначала тебя угомоню блокировкой все и вместе с тобой и пыл мой туда же отправился как вот женщина вот или девушка не знаю мать может писать мужчине пыл свою гамони чу за быдлетина вообще какая-то ну что происходит женщинами в нашем мире просто для меня женщина такое ну как меня так мам воспитывала я очень много книг читал в детстве фильмов смотрел для меня женщин это что такое богом подарены возвышенные земли которая не касается понимаете женщина напарить должна над землей когда женщина пил пыл свою гамони да и они начинают не об этом рассказать я не воспринимать таких женщин я я вам так скажу я очень люблю женщин очень люблю и уважаю как но когда кроме есть категория женщин которых я не воспринимаю как женщина воспринимаю просто как некая такая оболочка в которой находится душа и вот она передвигается по этой жизни и бог дал жизнь она ее не знают куда день это те кто идет и курит вот она идет и курить ну по дороге сигарет не воспринимает а для меня все когда женщина курит мне нравится ну то есть когда спокойно когда я это идет когда у нее в руках тонкая сигарета когда у нее там длинные пальцы и то есть это так вот ну вот очень красиво смотрится даже завораживающе этого знать есть люди которые влюбляются в щиколотки женские да им нравятся ноги то есть а вот я люблю когда женщина курит ну чтоб это было очень красиво чтобы это шло не вот эти выбросила понимаете на 4 метра голубя убила бычком понимаете о которой все это красиво дело таких женщин я люблю а вот эту вот эту бы блять и ну вот эту всю кузину скажи же как найти бабушку вашу и где ведь в интернете бабушка прям заходите в сапари или в google ведь бабушка евгения кузина дом 2 ну вот так ведь эти ключевые слова что-то случилось опять понимаете чуть случилось что случилось короче я о чем говорил я горела женщинах я говорю о том что женщина она должна оставаться женщиной понимаете что-то возвышенное что-то красивое что-то недосягаемое для мужчин что-то прозрачное что-то воздушное вот так вот такое понимаете и когда я вижу там ну короче меня грустно становится понимаете а потом они сидят дома и жалуются как найти нормального мужика да кому ты нужна чуханка который не умеет разговаривать не образованная быдлотина ни одного мужчине ты не нужна более-менее самодостаточному воспитанному и образованному ни одного мужчине один ни один нормальный мужик не посмотрит на такую женщину какая ты привлекательность сексуально не было и визуально симпатичная ты откроешь рот и все закончится на этом общение как относятся к оскорблениям не верующих людей по отношению к твоей веры я не обращаю внимание на этих людей вот и все и и я их не осуждаю потому что у каждого своя вера и свой выбор вот здравствуйте и вам здравствуйте вот и все все очень просто понимаете я ненавижу не уважаю мужчин которые оскорбляют женщин понимаете может могут что-то сказать я в первую очередь напоминаете мужчина всегда о том что у них также есть матери также есть дочери также и жены которым тоже могут подойти и оскорбить вот так поэтому ну к сожалению мир черт побери у нас пополам поделен у нас сколько добра столько и зла у нас все равномерно вот так на весах добро и зло все равномерно понимаете покажи ты свою бабулю да как я тебе покажу моя золотая ну как я тебе ее покажу савкина говорю после эфира зайдешь бей говорю привет абхазия большой привет у вас крови есть таджики конечно есть бабуля у меня таджичка чисто кровно как вы относитесь тем мужчинам которые узнав что у жены онкология бросают их отношусь очень плохо про гордость женщин но гордость женщин гордость женщина на вас заложено с молоком матери хотя гордыня является грехом но гордость по отношению к мужчине наверно это наверное не грех это ваше оружие касаемо людей которые бросают своих жен из-за онкологии но вы знаете я отношусь все плохо но мы можем очень долго разговаривать на эту тему и говорить хорошо это или плохо пока человек сам лично с этим не столкнется то есть но разные ситуации не дай бог татьяна привет тарсик привет дорогой арсик каждый раз на моем эфире елки по вот у него времени свободного офигеть удочерить смог бы запросто миша запросто пусти в эфир сейчас пущу давай где ты какую бабулю ты согласен с тем что тот кого больше всего в коллективе гнобят у того жизнь складывается лучше чем у тех кто гнобит но как правило до кончалыги которые гнобят они погибают вот потому что правило бумеранга в этой жизни и это правило существует сто процентов потому что те кто его гнобят они делают они живут волчью услугу оказывают они они сделают вас сильнее привет ну чё постричь как зовут вас виктория победа победила кого-нибудь уже муж есть 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 все победительница все у тебя твоя жизнь соответствует твоему имени чем занимаетесь большой казахстан очень люблю вашу баба вашу хотел сказать республику вашу страну очень люблю вот мне она очень нравится вот вы молодцы как вообще целом вас нет не помню я я приехал ночью провел мероприятие темно было это была зима я приехал 5 вечера прилетел семена мероприятия провел и ночью улетел я чуть-чуть не понял приезжайте с удовольствием приглашайте обязательно приеду свадебку проведу жалко меня жалко это хора этого повезло что ваш свадьбу не был ладно я желаю вам всего самого наилучшего супругу привет дети пусть растут радуют и казахстану всему привет казахстан мы любим правда пока спасибо свидания караганда забрала у меня любимого вот и все а ты отомсти пусть тебя заберет бишкет научись мстить но по-доброму только без этого как привычу такое накуренная бачка чтобы что ты не берешь меня в эфир не люблю тебя больше стой остановись пожалуйста наша любовь не должна разорваться где ты как тебя звать мило а тебя нету войти как где в эфир возьму тебя же нету тебя нет тёма привет родной жень ты похож на джонни деппо да на задний проход его в основное похоже он тоже такой у него с усиками его цива 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 посередине вот так выглядит задний проход жени деппо здесь я нет у тебя наташ все прости меня но твоя маршрутка под номером 14 покинула наш город ты направляешься теперь поселковое поселение привет темочка привет дорогой же лучше смотри чего лучше смотри в минске на свадьбу виду ведущим приедешь ведущим приеду с удовольствием только не пишите подумаешь свадьбу виду за 50 тысяч рублей не пишите умоляю вас молю вас потому что я когда даю вот так рекламу что виду свадьбу мне потом после каждого эфира пишет 100 человек я каждому отвечаю цену они потом сливаются кто вот думает что за 50 тысяч рублей веду свадьбу я не веду за 50 тысяч рублей свадьбу я веду свадьбу за 55 тысяч рублей за 50 не виду привет спасибо за эфир пожалуйста огромное тебе спасибо еще раз казахстану привет я кстати считаю что в казахстане самые крутые юмористы вот реально у кого у кого это казаки это люди у которых чувство юмора вот знаете кому-то каждой нации что-то давно казахом дано чувство юмора вот правда я сколько казахов не встречал то просто на разрыв ты лучше или черкасса ведет свадьбе конечно я прикалываю что за вопрос залям зале амир ведет зале амир виду ли амир это что такое типа кунилингус на уругвайском нет за это я не веду мероприятие и этим я не занимаюсь виснет но пополни счет давай поговорим сочи привет евгениса привет вот она как и цену сразу за свадьбу какую цену за свадьбу руки до сих пор трясутся да перестаньте чё там присутся я вам в эфире частенько кстати выхожу эфир ты подключайся будем общаться ты прикольный всегда спасибо хвальбу люблю хвальбу люблю вы же не видите телефон я там ниже пояса я как начинает меня хвалить у меня такое возбуждение происходит сумасшедшая поэтому вы хвалите приезжаем казахстан потрячим жестко болин не знаю как то как это твое предложение угрозой прозвучало честно говоря уже не хочется не хочется уже в казахстане перхать привет ты в грозно грозно мне было кстати где где в чечне не было до казаки огонь я в универе с казахом училась смеялась как вот я тоже знаю много казахов это просто на разрыв чего не скажут вот реально прям в точку второй вечер захожу ржу от души нахвалили аппетит нагнали их сашки заед что такое оу какие люди оуу привет женька тебе в когда а в камень я была в камеди до сих пор на жопе свет от ботинка такой подсрачник даришь улетел не пойду я больше же вы классные спасибо огромное где сашенька саша по вроде соля у родители на и заряжаешь то спасибо вот эти воду подкладываю прикладываю в банке моим эфиром я заряжаю энергетикой хорошие муж реально рвануть до западки этим заняться тв шутник да нет сашка крайне часто есть нет не часто нет петь я тоже не буду привет и супер привет привет был на ты мне не был на ты меня знаю кто был на ты никита кузнецов он тоже привет привет ты умеешь шутить но решила на общение пройти целлюлю целлюлю что такое целлюлит надо лечить моя золотая нельзя родители рядом живут сашины до моим 1500 километров где вообще ты не знаешь где она но родители наверное но нас есть доме вот за ростова на дуну привет 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 ребят всем а почему мы смс не читаешь ты был и сын был в армии заскок свадьбы видео женек женщин кассу спой что-нибудь чем если успеть то черкасу черкасу допеть чем не не желаете спеть со стингом почему не напиши женька спой со стингом душам бы не победишь больше душам бы не победишь больше не бой вообще правда ничего не понял книгу по книгу порекомендуй please ой шикарная книга последний который почитал мне правда очень понравилось значит освежитель воздуха называется книга вот на обратной стороне там значит состав из чего он сделан вот безопасность от детей хранить от огня подальше шикарная литература реально познавательная она мне очень пригодится почитаем черкасов никто рядом с тобой нет чему черкасов очень хороший парень мы с ним давно уже знакомы вот и я его уважаю как человека он хороший парень мне он нравится человек он он порядочный это очень кстати редко в наше время поэтому вопросов к андрюхе нет вопрос один к нему где твои волосы дурик так больше вопросов нет регина чего грустишь не грусти накати коньяка и радуйся жизни читали да понятно стрелец я познакомь зодиака еще состав зубной пасты полезен но этот братан набери 777 наберу я жак наберу после эфира очень даже сильно в своем доме живет нет а почему все время про черка я не за мне спросили я ответила главное каждый раз интересно читать эту книгу черка сможет и порядочно но ты лучше вот здесь после хвальбы в сторону андрея черкасова я уже могу согласиться с тем что я действительно лучше чем-то в чем-то он лучше хватит заниматься говнолицемерием я реально лучше все на этом закрыли тем ты до сих пор не пьешь алкоголь но пиво могу выпить мы должны советоваться с родителями в своем выборе но конечно наверно потому что когда вам будет плохо мы сбежим к родителям а гостем на свадьбу приемте на минск это как гостем это что нужно это я сяду с родственниками жениха за один стол вы меня накормите голубцами и салатом оливье я поправлюсь на грамм 700 вернусь в москву после такого хвальбы танец трубачей должен быть более на одна свадьба до юбилея утренник провел бы в садике утренний в садике не не провел бы никогда в жизни потому что детей заинтересовать очень сложно я раньше короче джека воробья переодевался джека воробья и с детьми в магадан слабо приехали чем не в магадан слабо приехать ребят я с юга я вырос на юге поверьте мне в на юге нравы тоже хороши какие отношения с сашей у меня она жена моя нормальная у тебя папа получается таджик нет у меня папа наполовину русский отец моего отца русский а мама она таджичка да с подружками невесты сидеть будете на свадьбе я понял тебя понял это все замечательно честно говоря с подружками невесты мне неинтересно уже сидеть как уже как года три мне бы вот с бабушками посидеть от них толку на намного больше они опытом поделиться могут и какой рецепт пирога могут подсказать о чем этой подружки невесты жоп сиськи-письки ничего нового все по-старому все одинаково это первое второе у меня жена малышка куда ты меня тянешь подружкам невеста привет привет ты хохма я угора я под столом срочно вылазить под стола иначе я буду думать что ты играешь в игру каменное лицо но это это мало кто поймет что это за игра каменное лицо когда новоселье ну еще ремонт не начали джека мужик спасибо огромное вот такие мне нравится комментарий кто у тебя таджичка у меня бабуля таджичка мама моего отца по папе на линии ты на половину мусульманин получать нет я православный я христианин что значит половину на половину мусульманин мусульманин же это вера мы говорим о нации национальности мы говорим мы же не овере говорим о национальности какую страну поехал бы сейчас грецию же как раз сотка о спасибо огромных кто-то во мне бабу разглядел а я все стараюсь стараюсь вы саши самые лучшие а я считаю что юрий гагарин был получше чем я ну правда желаю спасибо большое привет пенза да объясни почему меня нет где тебя наташ да я уже все этот же прилагаешь тебя и сашку в душам бы приглашать с удовольствием огромный я очень хочу приехать душам б я очень хочу сходить на зеленый базар я возле него вырос родился у него за зеленый базар родился вырос возле зеленого базара вот помню цирк душам бы ногти красить 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 моя золотая красить ногти красить а вы все про стол про каменное лицо или чё а чё дырка на плече где где на каком плече дырка ты шо мать рихнулась это у тебя телефон треснул какая дырка на плече у коза я еще повелся на это пиво новороссийская нет не люблю пиво новороссийская мне нравится другое пиво котором в российский продается разливной напомни мне пожалуйста ходы женская вот мне нравится ходы женская привет из фролов привет фролов люблю не могу ответить саня привет 2118 же самый-самый крутые и я не казани они не в кое-что забирай свои слова обратно не забирай каза ты в comedy надо спасибо огромное были знаем просто про стоматологию расскажи же ребят хочу рассказать вот честно с вами поговорить очень тяжелый бизнес очень трудный бизнес были вложены деньги работа идет были наняты профессиональные врачи было заказано лучшее оборудование из америки штатов везли его два месяца ждали получение лицензии ждали ремонт помещения ждали сегодня работаем сейчас не сезон людей очень мало потому что ну лето это абсолютно нормально для стоматологии поэтому прибыли никакой сейчас на данный момент нет что еще рассказать но могу сказать одно что я очень доволен что в моей клинике очень много профессиональных врачей квалифицированных лучшее оборудование и придите ко мне просто придите чай попьем вместе посидим даже может повлечить ничего не надо я с вами с удовольствием встречи мы посидим чай попьем обсудим вот а там рот откроете я посмотрю может действительно женщины чем поэтому вот так вот если честно говорить без вранья лопаты деньги не гребем сейчас вот видите на начался я проект хочу запустить социальные документалку снять нужны инвесторы денег нет на него если деньги есть они нужны куда-то они для чего-то мне нужны не могу найти инвесторов еще инвесторов господи после вот этого надо знаете что сделать плашку внизу эфира кинуть донаты еще по мне скидывали на карту денежку а я буду снимать я в москве миха нахожусь поэтому поэтому ребят если у кого короче есть знакомые с кучей бабла то пишите в директ денег немного кстати надо буквально десятка долларов и все и полетели ладно все же куда я за джойстиками фигню написал про ноги а я понял мнение нормально ты был бишкек не в бишкеке не был адрес клиники московские а у меня написано адрес шапки профиля у меня есть он напиши мне в этом в директ каринова карина о волк каринова полк напиши мне в директ встретимся все обсудим расскажу тебе проект будешь получать оттуда 40 процентов прибыли года через полтора два в месяц где-то ну тысяч 600 будет прилетать тебе в месяц так одну секунду раз два три привет бабушку на красиво это спасибо огромное нет я не приеду гостям на свадьбу ты задавала мне вопроса 2 на него 10 раз уже ответом же ряда фигеть что ты мне отвечал сашка беременна беременна накрыть не хотите на он да не я не хотим чего ржете что-то ржете вы и злип ты комедис нормальная тема пошел то что прошу подождите если бы ты если бы ты на комедис нормальная тема сложите туда тяжело там же это что-то было не это не ванил а чё было артём привет большой ничего не было смотри раз короче ребят у кого есть реально десятка евро я не про не люблю просить деньги я никогда их не не прошу не мне не надо так мне просто нужно ваше вложение вложите бабки я вам верну все это с гарантии поняли с процентом поэтому из кому интересно напишите в директ вот и все я не занимаю я даю возможность вам заработать ребят я знаю как это сделать на ютюбе то на ютюбе сначала а потом мы снимем документалку уже качок знаешь ведущим провести вместе ты алиса ты что-то копалось то до меня японский городовой алис я же ответил уже инвестиции это не то это инвестиции это все то не надо отговаривать я вижу уже там два-три человека загорелись глазки уже бабки хотят скидывать тоже мне тут смуту вводишь просто скажешь позавидуешь ты клоун же таком я клоун я веселю людей поднимаем настроение и это одна из основных целей в моей жизни я для этого и живу да и клоун но грустно же к мужик братан ты читаешь вот ведь читаю как относишься к сетевому маркетингу мама мусульман нет мама у меня русская русская на у братан макс что такое куба там сейчас все кредиты побегут братья пусть берут никто же нет просто есть огромное количество людей которые реально в меня верят и которые понимают что я это сделаю у меня все мне уже расписан сценарию мне все расписано все и поехали будем работать будем вместе у офис встречаться каждый день и видится может какая-нибудь бабушка старая сейчас смотрит у которой денег да хрена скажет женьку я любила помню мучился мальчишка дай-ка я ему подставлю немножечко что этот новинки откладывала ща как перекинет привет пожалуйста передай мне привет прямой пир от себя своей души пожалуйста и мир и марта на всем 4 у меня есть миллион дам не миллион не нужен рулана мне нужно 600 тысяч рублей 10000 долларов больше не надо а вот поэтому разноплановой удачи во всем да спасибо большое спасибо огромное короче тема интересная кому интересно кто заинтересуется напишите в директ я вам все объясню можно даже встретиться лично обсудить все это бабы и габлин по помните бабы и губ кто играл скляр до играл я был такой актер давайте чтоб разнообразить выходе давай из туалета есть любовница у меня так есть есть вот она моя любовница вот это моя любовница каждый день могу вот тут на руке имя маркером писать света аля антонелла элла вот моя любовница единственная и навсегда она у меня 14 лет она уже как говорится любовница с опытом покажите ничего не по нормально у меня евгений почему грел люблю грецию смотрю настроение у тебя сюда нормальная спасибо нормальный шапчу лишать зеркальное отражение от этого левша расскажи план а то люди не понимают куда и зачем вкладывать ребят еще раз повторяю кого из бабки напишите мне в директ я здесь ничего рассказать не буду вот я вам там все отвечу мы созвонимся мы поговорим с вами встретимся при необходимости но обязательно встретимся я расскажу я просто хочу снять документальный фильм очень крутой а вот и перед этим буду снимать социальные ролики которые будут связаны с фондами то есть у меня есть будут выходы на фонды наши российские поэтому очень интересная тема ребят короче у кого есть голова и кто немножко может смотреть вдаль тот заинтересуется кто как бы видит то что у него только перед носом вот тут и под ногами тот не заинтересуется дальновидный короче поймет о чем я иду а если я с другой стороны возможно ли сад конечно возможно они конечно возможно пишем директ а сколько надо ого нифига себе даже не думаешь вас так заинтересует я думал на тут реально малолетки себя знаете лет по 14 по 15 а у меня тут инвесторы собрались короче слушайте дело сто процентное что-то в руках круче висите а это этот привет из молдовы евгений поставить всегда с таким спасибо огромное это такой мячик был узнать так нажимаешь вот такой становится поняли но это терния лизун какой-то лицо любовь зовут дуня кулакова да да мы тоже 10 назад обсудили молодец что ты догнал нас прибалт да куда бросать деньги братан на карту мне напиши в директ детский вот смотрите папа папа опа привет и magic ребятами в ее пары с от и что такое тут это порвалось у сейчас сашку напугаю елки-палки смотрите знаете вот так приходишь часа не придет и вася клещешь не они пиво не они пиво вода стоит у меня это я так над вами прикалываюсь доигрался до доигрался я играть я игры очень особенно покер яйца и сперма какая ты молодец моя золотая привет из казахстана же счастья вам большого саша огромное любви спасибо огромное взаимно вам тоже казахстану большой любви и счастья о жена саль саль ты здесь что ли дома иди сюда покажу покажу иди сюда покажу вот смотри вот смотри ну иди ко мне я больше ты в этом в батюшке не что вот так смотри вот я давил давил смотри да ну что порвалось вот ты что приказа что до 5 рублей устраивать реально жены не было реально счастье было в доме посмотри жена пришла торнадо торнадо не женщина я говорю я вот так жмяк 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 он свидетели 500 человек есть саша я не специально все руки в соплях сашка привет суева чё суева казани привет маленько привет мы лучше есть кинем ах ты в казани привет маньки привет мы лучше есть развод опять развод ребят но я же говорю вот кто видит дальше своего носа ничего не видит он буду мочит развод я же говорю о том что мы встретимся я вам все расскажу если вас это заинтересует то да если вас не заинтересует то все наши дороги расходятся нет же не никто же не уговаривает не заставляет ничего прикалывать ребят заканчивать про инвестиции саня начал тут втюхивать что инвестировать надо видимо бизнес плохо идет по стоматологии нет ребят стоматологии стоматологии все все хорошо просто у каждого бизнеса есть сезонность в данный момент устал стоматологии но не сезон потому что все уехали в отпуска у детей каникулы они тоже все по разъезжались поэтому конечно сентябрь октябрь ноябрь по возвращению перед новым годом там будет все хорошо нет все хорошо просто есть определенные трудности это абсолютно нормально как в любом бизнесе было бы странно себя сидел бы вам рассказывал вырываем все будет хорошо не москва не сразу строилась хлопчики же коты космос о прилетишь на мою орбиту на мой спутник сашка главное чтоб не слышала а то потом это битках сидишь не не сижу а потом сейчас обязательно скриншот сделайте сашки скиньте обязательно это выезжайте говнохейтеры обязательно давайте будем ждать женщина передай предказать казань привет огромный приветик и швейцар швейцария привет скучаем за тобой вам удачи в бизнесе процветания пациентов у нас тоже мало лета спасибо огромное вижу кто-то меня понимает привет германии с наилучшим пожеланий вам тоже привет большой германии мы кстати вам каждый год передаем привет 9 мая себя тащусь иногда такой юмор хороший германии очень так что у нас там еще это ваша квартира не это то снимаем привет серега посада привет любим вас спасибо огромное ему вас жень ты что не обрезаны мне даже сказать нечего привет из белару привет беларуси ладно я спать спокойно ночи спокойно ночи салам из баку баку огромный привет азербайджан у меня есть пару знакомых азербайджанцев очень хорошие ребята из иркутской области привет на байкале был на байкале не был с удовольствием алисочка ты все не спишь до утяжки день рождения я потом из каникабы хряпнул я тоже из германии жила раньше в казахстане о германии привет очень любим вас спасибо огромное привет из курска ой смотрите как расплываешь я покажу вам видели офигеть елки-маталки моей же эти знаете видео в ютюбе где чик-чик меньше что за чик-чик это ты меня изнасиловал сейчас в эфире в прямом чик-чик что за чик-чик к кумертау привет напиши не пиши привет привет ага да 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 все сейчас я отвлекся я не понимаю вас на российскую привет огромный я люблю мелодрам и люблю комедии очень и жанры кино для игнорит почему не антистресс называется привет из архангельского ножера 30 узи месяц ну вот у еще чуть-чуть и все закончится наткнется осень и все узи месяц салам сдага привет дагестан привет спокойной ночи калининград доброй ночи передай пожалуйста привет ансамблю матрена арку передаю привет мне кажется просто так передается привет и таким коллективом хореографически это понимают это коллектив матрена арт посоветую комедию притворить моей женой адам сэндер и дженни пирониста самое круто комедии десятки раз смотрел и каждый раз как первый раз поняли это как у меня женой я вот жену каждого утра просыпаюсь и каждый раз как первый раз сайте вот так жить люблю и ну и в том плане что я просто бывают кто это вот ты кто и мысли знакомимся нет каждый раз как первый раз влюбляюсь ты первый камерта у всех привет перел кумер в шоке когда дети не знаю часа через полтора пока это вокальный коллектив все все извините первым привет 12 раундов смотрел мне не смотрел покажи кольцо поближе а у меня узнать у меня обычное кольцо ну то есть сейчас покажу ну то есть обычное белое золото мне сашка говорил давай возьмем тебя с этим я стрелец с камнем каким-нибудь я груза но это же неудобно с камнем я же посуду буду мыть будут царапать тарелки зачем нет она до полы не помыть нормально мне да я просто новую простой кольцо так сейчас дать свет ключа сверху появился у меня перед компьютер опа 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 убрали какой размер 23 когда прохладно когда тепло до 27 а ноги 43 не хочешь поменять прическу да нет кольцо направо это зеркало отражение салам с грозно привет грозный нет не хочу поменять прическу зачем не менять да сразу подумала семейной жизни да привет барнаул привет опа опа до дома прибрался дома прибрался был прибрался когда в челябинск я не знал меня по 20 2347 поездами отходит через четыре минуты красавец пассива завтрак постель готовишь каждый за каждый день завтрак я готовлю своей жене сальцах подтверди сайт саша японский городовое я говорю завтракте каждый день готовлю я да видите под каблучник сашка кричит каждое утро кофе и завтрак ну и кофе она чаще помни капитум нужно где сашка была сашку родители была на этаж ниже либо с мужиком с каким-то не знаю пришла пью машинным маслом пахнет под машиной видать лежала давай в кишине почек кишине какой какие план на ближайшее время туалет ходить спать лично верно не знаю обожаю вашу семью всегда так много людей в прямом эфире причем 456 чё готовишь по разному но как правило либо что-то подогреваю то что я готовил на ужин или сашка что-то делали по что-то с ресторана какая-то еда ну с ресторана редко это мы мы любим готовить поэтому по-разному омлет привет привет здравствуйте здравствуйте мы как бы уже скоро прощаться будем здравствуйте сколько сейчас мете 8 лет игнори что почему игнори пусть привет 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 пусть привет саша вкусно готовит вкусно вкусно готовит то есть что-то очень вкусно есть просто вкусно я ржу на полу умирают я не выздоравливает выздоравливает адрес кима вызовем скорую женька вас карта памяти перепугались думали память до закончилась на моей карте вот бесконечное количество гигабайтов у меня в пашке чё читаешь сейчас интер очки я помню как он пельмени как когда на пельмени готовилась и балда пельмени супер помню эфир сверпи да 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 пельмени на крутые делает сашка саша с тобой очень изменилась до усики борода кадычок доброй ночи вам же спасибо за эмоции спокойной ночи вам пожалуйста любимое блюдо жены окрошка какой фильм интересный посмотрел кастинг вудмана называется ты понимаешь зачем я приезжай в к лугу с удовольствием саша кузина пока артемова сейчас паспорт будем получать российские уже документы подали или подали это подали подаль короче отнесли документы все будет хорошо ближайшее время поэтому все нормально написал тебе директ жду хорошо же хорошо люблю вашу пару это супер твой любимый актер и актриса дженнифер энистон актриса самый любимый актер у меня два роберда нира аль почина я люблю я очень люблю джонни деппо очень люблю но в его в первых фильмах ну типа вот эдвард руки-ножницы мне очень нравились страх и ненависть вас вегасе ну то есть такие фильмы то есть я если это пираток мне он там не понравился покажи сиськи сайт меня просят сиськи показать сейчас сашка свой писюн тебя вытащит что больше не просила голосовала за вашу пару спасибо а выиграл путин плохо голосовала если бы на сашу ты женился во второй раз если бы не саша я думаю что ну откуда я знаю приглашаю на чай с крещением с удовольствием помнишь в рио той клубе работал тусили к давно правда да было такое рио то как же он назывался сочи был в этом году много мы зимой ездим постоянно туда так-то это правда болен в рио то как же назывался этот клуб короче там был и караоке ресторан да 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 мне еще зарплаты не заплатили баловался в детстве баловался саш с какого города с луганска умирают а ты посмотри а ребят по вызовите ему скорую пацану вы чё это же не смешно блин это чё за сообщение было секрет счастья семье бабки секс наркотики и рок-н-ролл 4 я шучу ребят но счастье семье не знаю это наверное вот прожив три года вот заниматься такие отношения были короче для меня семейное счастье когда моя жена понимает мой юмор но это основное что нет баловать сашу и так балована не надо баловать сашу согласен сайт портупею мои шкафы достаточно где по заднице расскажи про интересный случай на свадьбе который ты вел диджей невесту изнасиловал свадьбу вел диджей невесту изнасиловал отвечая но переспали давно это было еще это вот на свадьбе было невеста невесту потеряли типа украли невесту украли давайте искать и подсобки подсобки и зашку нашла мама жениха нашла мама жениха нашла ничего ну главное мне бабки заплатили я уехал давай не мешай это мои люди мои все давай давай шуруй педали иди покажись лицо я сейчас покажу что ты ходишь без шорт раз два три папа да не я свою рожу показывал женька клещи кусали да короче меня в детстве один раз плещ укусил я его наполовину вытащил половина осталось отвечать без вранья и у меня там теперь как как будто бы как будто бы родинка у меня там представляете я думал бы плела так покусали бы плещики аккуратно бы клещики не так прям родинки были бы ужин приготовила она приготовила а хрен в кляре называется ужин не волха сходил тёщи тёщи оливье сделала поел оливье чем нас там еще еще вчера в киевсе я крылыш эти ножки брал курины еще мне ножки есть много на самом деле сашка в трусах да не в трусах а в трусика в трусах как может быть женщина в трусах в трусиках женщины в трусах фу рыбачил где но на кубань есть нет этим летом нету осенью рыбачила на каналы ездил на кубань с отцом почему дом 2 не приглашает потому что я никчемные я не достоин этого великого шоу мужчина с проник трусиком труселя сейчас читаю книгу из как пантасевич живи читал нет не читал жизнь но прочитай обязательно если мы с тобой с работой по твоей просьбе лично обязательно прочитаем а хобби какое соскучилась сашку по мне слышите кричит хобби у меня какое марки собирать хобби ребят жизнь такая выжить елки-палки выжить бы нету времени еще хобби заниматься что-то о хоббита не знаю грибы любите собирать вот сейчас завтра поедем кстати по грибам ну наверное а может не поедем не знаю вот на лабутенах над их восхитительно трусах да нет у моей жены трусов говорит трусики у нее бородина или бузова бородина или бузова греценка с ебаровым на кастинг уехали да я знаю я видел же и вчера позавчера я с ромкой мы с гусем давно бухали а он не пьет алкоголь антоха не пьет алкоголь он не курит все ребят писать хочу не могу хотите вам знать еще поставлюсь пока пойду в туалет скажу свою любимую девочку реально я бывшую жену джонни депо поставлю болит не представляешь у меня с пашки вылетел сайт как зовут же бабы еще джонни депо мою любимую эту ну как зовут вы напишите как зовут ее о как зовут ее ну скажите мне же не спать не могу идти от тебя достанется за мой сейчас тоже писать побегу не могу уже в адреса параде спасите дай бог тебе здоровья малышка вот она моя девочка я хочу вам этот короче сейчас пойду писать буквально это да никакое место я не стану на режиме депом была нас братом пита была все в башке напутала не голова у тебя борщ винегрет короче сейчас пойду писать значит тина терна упакою душу тина терна вы посмотрите клип реально крутой ванеса параде называется же теле так швей хвей